Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа по существу. В студии Татьяна Трофимова. Октябрь запомнится жителям Чувашской республики как масштабными мероприятиями, так и погодной аномалией. С 9 по 11 октября регион принимал гостей и участников международного форума «Россия – спортивная держава». А 19 числа в республике был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за ледяного дождя и мокрого снега десятки тысяч людей остались без электричества. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Поговорить обо всех этих событиях мы пригласили пресс-секретаря главы Чуваши Михаила Юрьевича Вансяцкого. Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Добрый день, Татьяна! Добрый день, телезрители! Давайте начнем с результата форума. Что получила республика в итоге после проведения этого мероприятия? И как отзывались гости? Ну, вы знаете, что гости отозвались очень хорошо об этом форуме. По их мнению, это был самый лучший из пяти форумов «Россия – спортивная держава», которые проходили вообще у нас в стране. На этом форуме участвовали представители международных федераций. Практически была элита, вся российская спортивная, все российские спортивные чиновники были и многие чиновники международные. Что дало Чуваши это? Ну, во-первых, конечно, Чуваши это дало хорошие перспективы на проведение в будущем масштабных, крупных спортивных соревнований. Мы знаем, что у нас в следующем году в Чебоксарах пройдет командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике. В 2016 и в 2018 годах у нас пройдет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Сейчас он так называется. Раньше назывался Кубок мира по спортивной ходьбе, теперь называется Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. И это, судя по тому, как хорошо и как достойно мы провели форум «Россия – спортивная держава», то вот эти соревнования – это далеко не самые крупные соревнования, которые в будущем может принять Чуваши. Вы все знаете, что Владимир Владимирович Путин, который участвовал в этом форуме, кстати, впервые президент России участвовал в форуме «Россия – спортивная держава», до этого на четырёх форумах ни разу не участвовал. Он встречался с нашими олимпийцами, с участниками олимпийской студенческой сборной России, которая участвовала в студенческих олимпийских играх в Нанкине. И Чебоксары в эти дни посещал президент Международной Федерации студенческого спорта. Поэтому я не исключаю, что в недалёком будущем Чебоксары или Новочебоксарск станут столицей студенческих олимпийских играх. Может, это будут не третьи, не четвёртые, но будем надеяться, что это произойдёт очень скоро. Конечно, проведение этого форума – это было серьёзным испытанием для республики, потому что одновременно принять более 4000 гостей, гостей достаточно требовательных, которые бывают в разных регионах и в разных странах, и заслужить от них хорошую оценку, причём даже восторженную оценку, я бы сказал, это дорогого стоит. Поэтому глава республики Михаил Васильевич Игнатьев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации при виде этого форума. И предприятия гостиничного бизнеса, и предприятия общепита, и волонтёров наших студентов, в общем, всех. Потому что все действительно сработали очень хорошо. Городская администрация Чебоксар, городская администрация Новочебоксарска сработали тоже до 5. Ну, я не скажу, что до 5 плюсов, но до 5 точно. Всё было очень хорошо. Всё действительно было хорошо, достойно, на очень высоком уровне. Но когда проводятся такие масштабные мероприятия, обязательно находятся особо наблюдательные люди, которые говорят, что что-то тут не доделали, там что-то не так, и в этот раз тоже не обошлось без них. Ледовый дворец Чебоксарах не достроили, Владимир Путин с Михаилом Игнатьевым отдельно не встретился. Что скажете по этому поводу? У нас такие особо наблюдательные люди, они без всяких формов присутствуют. Я уже говорил об этом. Есть у нас средства массовой информации, которые зарегистрированы в Екатеринбурге, и в честь задачи уходит распространение постоянной негативной информации. Даже любое позитивное событие они представят как негативное. Это их работа, за это они получают деньги. Как говорят в таких случаях, с собакой лая этот караван идет. Что касается Ледового дворца. Никто даже в самых смелых планах не собирался достраивать Ледовый дворец к форуму. Были планы достроить его к Новому году. Да, действительно, глава республики рассчитывал на это. Не потому, что это просто для того, чтобы достроить его к Новому году, а потому, что в республике не хватает льда. Вот об этом он говорил. Есть такая проблема. В Новочебоксарске, в Ледовом дворце «Сокол», который, кстати, был бы реконструирован совсем недавно, там ребята занимают очередь уже с 6 утра, чтобы покататься. Понимаете? Это проблема серьезная. И, конечно, в связи с этим хотелось бы поскорее ввести вот этот каток Ледовый дворец. Тем более, там два катка. Один тренировочный большой каток и маленький для соревнований. Но, к сожалению, человек, как человек полагает, обок располагает, не получилось. Не потому, что строители плохо работают или еще что-то, но просто есть такие организационные моменты. Импортное оборудование, растамаживание, долго это все шло, монтируется, я так быстро, как хотелось бы. А по плану вообще Ледовый дворец должен быть сдан в следующем году во втором квартале. Вот я хочу заверить всех жителей Чувашской республики, что не позднее второго квартала следующего года, как и планировалось, этот каток будет сдан. А второй вопрос там был о чем? Что касается встречи. А, встречи. Ну, встреча, официальная, официальная встреча. Владимира Владимировича Путина, Михаила Васильевича Игнатьева у нас состоялась в Кремле. Этим летом, вы знаете, прекрасно. И не было нужды второй раз устраивать какую-то официальную встречу под телекамеры. Они встречались, Михаил Васильевич встретил Владимира Владимировича в аэропорту. Вот он его провожал до гостиницы, где ночевал Владимир Владимирович. Кстати, тоже показательно. Я ни разу не помню, чтобы президент Российской Федерации, действующий, приезжал в Чебоксары и ночевал здесь. И потратил затем практически весь день рабочие на участие в мероприятиях на территории республики. Вот они встречались. И он, значит, Михаил Васильевич Владимировича и в аэропорту встретил, проводил до гостиницы. И точно так же потом из Ново-Чебоксарского провожал до аэропорта. То есть все вопросы, которые нужно было обсудить, им лично, на коротке, они обсудили без устраивания каких-то официальных встреч перед телекамерами. — Также в интернете, наверное, уже на протяжении двух месяцев обсуждается наличие в Доме правительства сауны. На днях даже один из федеральных каналов сделал сюжет по этому поводу. Михаил Юрьевич, есть все-таки сауна у вас в Доме правительства? — К сожалению, нет. К сожалению, нет пока. Сауна в Доме правительства, но она строится. Ну, шумиха, опять-таки, я повторюсь, шумиха вокруг этой темы. Она, наверное, раздувается с этими самыми средствами массовой информации. Ну, это проплачивается сюжет и на федеральном канале. Есть проект «Дом правительства», который был утвержден еще в 2001 году. Потом какие-то там изменения вносились, но все равно окончательное утверждение еще состоялось еще во времена президентства Б. Николая Васильевича Федора. То есть уже окончательный проект этот «Дом правительства» был утвержден тогда. Согласно этому проекту, на цокольном этаже Дом правительства должен быть расположен спортивно-оздоровительный комплекс для работников Дом правительства. Не для каких-то VIP-персон, приближенных к первому лицу, а для всех работников, кто работает в Доме правительства. Пока из этого комплекса построен тренажерный зал, уже введены в эксплуатацию, тренажерный зал, раздевалки душевые. И все сотрудники Дом правительства, у которых есть желание заниматься спортом и укреплять свое здоровье, они могут спортзал посещать. Самое главное, что я хочу сказать нашим телезрителям, что этот спортивный комплекс строится не для развлечения. И люди посещают его после работы. Он ведь строится для того, чтобы работники Дом правительства укрепляли свое здоровье и меньше болели. Чтобы работодатель не тратился на больничные листы. Ведь больничные листы, по сути, оплачиваются из бюджета Чувашской республики. Ну что лучше, чтобы люди после работы занимались спортом, или чтобы люди постоянно болели и уходили на больничные листы. Поэтому такие тренажерные, такие спортивные залы, они есть практически сейчас у всех наших предприятий и у многих организаций, в том числе и у бюджетных тоже. Это нормально, я считаю. Вообще работодатель должен заботиться о здоровье своих работников. Что касается сауны и бассейна, то они там должны быть построены по проекту, но они пока не построены. Сотроятся ли они, не строятся, я не могу сказать, потому что я не посещаю стройку, пока она не закончится. Естественно, там работают только строители, люди, которые по технике безопасности положат там находиться. Вообще дом правительства, он не находится на балансе администрации или на балансе правительства, он находится на балансе Рукса. И все работы там по содержанию и по строительству выполняют Рукс. Поэтому вот эта попытка связать каким-то образом сауны, строиться Игнатьевым для его приближенных, ну, это не что иное, как ложь. Вот обычная ложь. Причем, что мне нравится в этих журналистах, вот скажу честно, это полное отсутствие совести, вот совершенно. Я же ведь давал им комментарий по этому поводу и сказал то же самое, что сказал вам, что никакой сауны нет, она есть по проекте и ведется ее строительство. И то журналисты, значит, публикуют мой комментарий и тут же рядом пишут, Михаил Вансяски подтвердил существование вип-сауны, но и проекте, нет там никакой вип-сауны, ничего я не подтверждал. Не врите, пожалуйста, уважаемые. Соблюдайте журналистскую этику. Я не могу понять, почему до сих пор наши журналисты не пришли в Дом правительства и не показали это все. Если это действительно интересует вас, ну, так придите, пока снимитесь уже, никто же не скрывает этого ничего. Понятно. Предлагаю завершить наш разговор погодной аномалией, которую Чуваша пережила в октябре. Как республика справилась с последствиями ледяного дождя, мокрого снега и необычным снижением температуры в октябре? Вы знаете, республика справилась на 5, ну, опять-таки, если не на 5 с плюсом, то на 5 точно. И я почему это говорю? Потому что имею возможность сравнивать. Если вы помните, в 2010 году точно такая же аномалия я накрыла Московскую область. А я в то время жил в городе Воскресенске и работал в Воскресенской городской газете. И я очень хорошо помню, что творилось там тогда. И я вижу, насколько четче и вообще, ну, знаете, даже несравнимо, никак не сравнимо то, как ликвидировали последствия аномалии в нашей республике и что творилось там. Ну, в Воскресенске, во-первых, все это заняло где-то порядка двух недель. Причем, я насколько помню, там даже не закончили эти работы как следует, там какие-то населенные пункты последние. Просто потому, что это было Рождество и была поставлена задача там умереть, но к празднику, значит, их подключить. Их подключали по временной схеме. Ну, знаете, как это уже там, косо-криво, это лишь бы было, да, это делали. Вот там действительно была паника, царила в правительстве. Там даже дошло до того, что губернатор Громов на Новый год выгнал, значит, своих всех заместителей в эти деревни, которые остались без света, встречать Новый год там. Ну, то есть там очень плохо организованы были работы. Мы справились за неделю, да? У нас справились за шесть дней, причем, ну, быстрее никак невозможно было это сделать, потому что все резервы были максимально задействованы. Я просто видел, как я сам с первых дней, с первых минут практически, как поступили вот эти сообщения о ледяном дожде, вот я следил и был участником всех этих событий. Каждый день в субботу с 7 утра до 8 вечера мы работали, и в воскресенье точно так же уезжали домой, только получив последнюю сводку в 8 часов, только после этого глава республики уходил домой. Мы уже на второй день, по сути, да, если, ну, как, ну, второй, наверное, вторые сутки, скажем так. То есть если первые сообщения появились после обеда с 7-17, то уже 19-го утром уже было принято, уже принято было распоряжение об объявлении о чрезвычайной ситуации, все ресурсы были мобилизованы. Но даже еще до этого распоряжения в субботу уже были направлены письма в соседние регионы с просьбой прислать помощь. И уже бригады приехали уже в субботу первую, это будет воскресенье, в следующий понедельник уже последний. То есть все, что нужно было задействовать, все было задействовано. Была организована прямая связь с районами, это самое главное. То есть информация приходила с мест. А когда вся полнота информации есть, когда главы районов четко говорят, когда глава республики задает вопрос, что делается, делается вот это, что необходимо, чтобы быстрее сделать. Вот у нас нет того-того, у нас нет вышек. Разговор шел поначалу о том, что не хватает вышек. Потому что столбы обледенели, не могли залезать на столбы, чтобы поднимать провода. Сразу же уже на следующий день стало ясно, что здесь слабое место, было распоряжение главы, все вышки, которые вообще есть в республике, которые есть вообще в коммерческих организациях, все мобилизовать. И уже в понедельник с утра уже министр строительства докладывал, что все вышки мобилизовывают, все, которые из республики, за исключением только тех, которые на ремонте, и тех, которые уехали в командировку за пределы республики. Они все уже были задействованы. Это слабое место, оно было закрыто. Выяснялись очень интересные вещи, что, например, у наших сотовых компаний, наших любимых сотовых компаний, нет запасных средств питания. В Гаушском районе аккумуляторы, которые стоят на этих вышках сотовых, они сели буквально через час-два. И район остался без связи, без сотовых. Тоже выяснилось, если бы глава не общался бы напрямую с главами районов, мы бы и не знали бы об этом. То есть много еще попутного выяснилось, да? Попутного очень много выяснилось. Чуваш Энерго свои дизельные генераторы тут же, как только мы узнали об этом, тут же направили они в Маргарский район, и уже через полдня связь появилась. То, что касается приема вот этих бригад, которые приехали к нам, организации горячего питания для них, все было сделано на высшем уровне, скажу честно. Поэтому никаких проблем организационных в плане ликвидации не было. Все, насколько быстро можно было сделать, настолько быстро все было сделано. Главарь республики сказал, что я сниму режим чрезвычайной ситуации, когда последний потребитель получит свет. То есть уже свет был подключен всем. Спасибо, Михаил Юрьевич. Я напоминаю вам, в студии мы говорили с пресс-секретарем главы Чуваши Михаилом Юрьевичем Вансяцким. Всего вам доброго. До новых встреч на национальном телевидении Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова